Быть свободным, независимым и самому планировать свое время, когда зарабатывать и когда отдыхать, решать вам. Если вы ищете себе работу или подработку, что в наше время довольно-таки актуально, обратите внимание на сайт landclub.net, с помощью которого вы сможете находить заказчиков и выполнять работы по всей территории Российской Федерации. Вам доступны контакты всех заявок на сайте. Если в вашем городе нет клиентов, не беда, они наверняка найдутся по соседству. Простая регистрация по имейлу и абсолютно бесплатное пользование сайтом. На landclub.net работу найдет каждый. Также эта платформа пригодится тем, кто размещает свои объявления и ищет работников в той или иной сфере. Ссылочка в описании. Всем привет, дамы и господа, с вами Реал Пеппер. В наше непростое время люди готовы продавать абсолютно что угодно. Мне кажется, еще месяц самоизоляции и на авито можно будет увидеть объявление о продаже волос жопы. Конечно, эта тема не совсем смешнявая, но, как мне кажется, ко всему нужно относиться с юмором и позитивом. Даже к подкрапшемуся пиздецу. Всеми нами любимый авито. Какого только дерьма там не встретишь. Сегодня мы прогуляемся по этому замечательному сайту и посмотрим на объявления колхозанов. Которые, по всей видимости, находясь на карантине, решили полностью опустошить свои гнилые балконы и чердаки, набитые советским хламом. Поехали! Картина! 6 тысяч рублей! Это точно картина? Больше похоже на молочно-кофейную блевотину, мимо унитаза. Но что я понимаю в высоком искусстве? Учитывая, что есть художники, которые анусом изрыгают краски, я уже ничему не удивлюсь. Хотя, такую картинку я бы посоветовал жаробасинам 100%. Повесьте ее на кухню, и у вас моментально пропадет аппетит. Хотя, вряд ли какая-то мазня сможет усмирить жаробасину. Плащ армейский. Полторы тысячи рублей. Блять, судя по виду, его то ли из жопы только что достали, притом делали это в максимальных потугах, то ли, возможно, по нему проехался танк. Частенько на Авито можно встретить надпись ВИНТАЖ. Под этим предлогом тупые колхозаны пытаются продать абсолютно любой хлам, который находится либо на их гнилых балконах, либо на помойках, что, в принципе, для некоторых свиней одно и то же. Для начала давайте разберемся, что же такое ВИНТАЖ. Слово ВИНТАЖ позаимствовано у виноделов. ВИНТАЖным в виноделии называют год, в котором какие-либо климатические условия необычные придали вину необычный такой интересный вкус. ВИНТАЖный Ягуар и Блейзер из 2007 под эту категорию не попадает, как вы поняли. На сегодняшний день ВИНТАЖ это стиль прошлого. Однако, далеко не все барахло может называться ВИНТАЖным. ВИНТАЖ это исключительная вещь, эксклюзивная. Что ж, давайте заценим винтажный эксклюзивчик на Авито. Если вы не любите своего спиногрыза, купите ему совковый пенал, чтобы он носил это красное уебище в свою шкалку. При дачу вместо айфона всучите ему винтажный дисковый телефон, чтобы его окончательно зачмырили все одноклассники. 150 рублей. Блять, а не проще ли выбросить нахуй это недоразумение? Видимо нет. Фонари из СССР. ВИНТАЖ. Полторы тысячи рублей. А здесь мужик вообще походу не стал заморачиваться. Напиздил со своего полуразвалившегося завода ржавых прожекторов и теперь барыжит именно Авито. А почему бы и нет? Выживаем как можем, ёпта. Россия вперед. До последней сука проволоки распиздим любимые предприятия. Но главное не забывайте ВИНТАЖ. Ну а если вы занимаетесь активным пиздингом и вас внезапно спалили на этом интересном занятии, рекомендую вам купить винтажный вазелин из 70-х. Винтажное, ламповое, то самое натяжение. Кстати, реально хорошее приобретение. Всего лишь за 50 рублей вы защитите своё очело на 100%. О, господи, тут продают совковые трусы из 80-х. Хорошо, что хоть без коричневых следов эксплуатации. ВИНТИЛЯТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИНТАЖ По всей видимости, у бабки недавно дед подох. И она, вскрыв его гнилой гараж, решила по частям продать его старый гнилой жигуль. Начала с вентилятора. Кстати, эту вещь можно загнать в ближайший сельский секс-шоп. Отличная игрушка для разработки ануса. Главное не переборщить, а то так раскочевряжете, что какахи на ходу будут сыпаться потом. Чё ты бухгалтерский? Винтаж, блядь, СССР. Да уж, но это и правда винтаж. А главное, с большой историей. Сколько советских граждан объебали с помощью этого древнего калькулятора? Хотя нет, вы чё? В СССР никого не наёбывали? Там даже секса-то не было. О каком обмане вообще идёт речь? Да, как вы уже поняли, большей части этих вещей место на помойке. Тем не менее, кто-то пытается их продать. Но это далеко не самый смешной лот. Скатерть. Винтаж. Мда, у нас сегодня прям винтажный ролик, я смотрю. Блядь, вы бы хотя бы постирали, что ли, эту засранную тряпку? Представляю, сколько раз на эту скатерть во время застолий разливалась озорная блевотина. С кусочками шпротов и селёдкой под шубой. И опять же таки, историческая вещь. Эта скатерть, наверное, ещё помнит новогоднее обращение Сталина. Винтажный чемодан. Всего лишь за 100 рублей. Господи, какой же пиздец. Этот ящик с клопами и тараканами, скорее всего, тупо нашли на помойке и решили его слить на авито. Опять же таки, почему бы и нет? А вообще, полезная вещь. Купив этот кусок советского говна, скорее всего, вы получите неюбовые скидки на билеты на тот же плацкарт. Ибо если вы придёте на вокзал за билетами с таким чемоданом, вам из жалости сделают стопроцентную скидку. Ну или выгонят вас нахуй, подумав, что вы бомжара. А как вам вот такой старинный стул? Дубовый? Под реставрацию? Это не стул дубовый, а, скорее всего, продавец дубовый. Если он решил продать этот хлам, точнее, кусок говна мамонта на авито. К тому же он ещё и сломанный. Я думаю, к этому стулу комплектом отлично подойдут вот эти старинные бутыли, чтобы удобнее было приседать. Главное, вазелин винтажно не забудьте прикупить. А если вдруг старинных бутылей вам покажется маловато, есть калибр покрупнее. Блять, они продают треснувшую бутыль за три сотни. Даже присесть нормально не получится, опасненько. Ну и, естественно, если долго копаться по моему любимому сайтику, трэш-контент долго искать не придётся. Старинная спинка кровати, тысяча рублей. Нахуя? Что конкретно я должен делать с этим винтажным товаром? Найти вторую такую же ржавую спинку и, соединив их гнилой дверью, скрафтить себе кровать? Я, конечно, понимаю, что времена нынче не особо весёленькие, но постапокалипсис пока вроде бы ещё не наступил. А полтинник не желаете? За четыре косаря. Выгодное предложение, ёпта. А знаете, почему так дорого? Потому что на купюре красивый номер, блять. Но это, наверное, из той же истории про долбоёбов, покупающие на свои колымаги красивые блатные номера. А вообще, под этот полтосик даже тачку подходящую продают. Ретроавтомобиль, педальный, Вольво, 30 тысяч рублей. Да ну! Нужно быть конём педальным, чтобы купить этот старый ржавый кусок говна из трудного советского детства. Если в Совке вообще такие были всё-таки Вольво. В Совке, наверное, продавали педальные Жигули. Нужно же было хоть на чём-то ездить, пока ты ждал очереди на покупку своего авто. Да, если кто не в курсе, в СССР, даже если ты накопил каким-то образом нужную сумму денег, ты не мог просто так пойти в автосалон и купить себе Жигуль. За ним стояли в очереди, как и за всем остальным. В этом моменте обязательно пригорит у совкодрочеров. Диван старинный, с валиками, 10 тысяч рублей. Походу не только с валиками, но и с клопами, тараканами, кошачьей ссаниной и бонусом ещё что-нибудь такое эдакое. Фото 2009 года. То есть можно предположить, что этот придурок продаёт его уже 11 лет. А может быть и нет. Да какая разница! Продам диван! Внутри всё целое! Снаружи можно подреставрировать! Подреставрировать? Нет! Пожалуй, снаружи осталось только насрать сверху. Блять, вы серьёзно? На что они вообще надеются, когда выкладывают подобные объявления? Старинный кирпич! Кирпич! За 4 тысячи рублей. Одна штука. Старинный. Винтаж. Ну а чё вы хотели? Эксклюзивчик, блять. Такой товар грузовиками не продают. Если вы собирались строить свой дом, можете добавить в его стены капельку старины. Ну а если уебаться головой с размаху об этот кирпич, тоже неплохой вариант. А вот сейчас, ребятки, будет просто разрыв шаблона. Продам якорь. Старинный якорь, блять. Если ваша жена или мама пилит вас, что вы никак не можете найти себе нормальную работу, можете купить себе этот якорь, блять. После чего спокойно сидеть дома со словами «Отвали! Я уже причалился, мне и дома заебись». Если вам понравился данный ролик, естественно, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте уступать в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Там вы найдёте все необходимые новости о том, что будет на канале, когда будут стримы и так далее и тому подобное. И вообще новости, связанные с этим каналом, не в личку. Не надо мне долбить в личку, это очень важно. Пишите в группу, точнее смотрите, короче, чекайте группу ВКонтакте. Вот как-то так. Недавно произошла некая проблема, из-за которой я пока что не могу стримить. Я не знаю, будет ли стрим на этой неделе. Как только он будет, я обязательно вам расскажу, что это была за проблема. В общем, это полный пиздейшн, если честно. Если честно, мне вообще ни хера не смешно, блин. Потому что я сейчас записывал этот ролик и наверняка вы даже не поняли по моим эмоциям, что у меня настроение сейчас полное говно. Просто, блядь, полнейшее говняное настроение. Я весь на нервозе. Я вам потом расскажу эту историю. Ну, в принципе, кто вступил в мою группу ВКонтакте, ссылочка в описании, тот знает эту историю. История просто дебильная, не знаю, просто идиотизм на пустом месте. Тем не менее. Всем покедово.